Глубины океанов. Одни из самых страшных уголков земного шара, наполненные всевозможными жуткими ползучими существами, которые выглядят так, как будто они возникли из пыльных страниц фолианта Лавкрафта. Чудовища, о которых я собираюсь сегодня с вами поговорить, просто ужасно. Привет, мои друзья! Зубатка морская рыба из окунеобразных. Главным образом встречается на севере Атлантического океана, близ России, Канады и даже в западной зоне Арктики. Эта холодноводная рыба комфортно чувствует себя в водах с температурой ниже 5 градусов. Почти все время проводит в океанических водах на глубинах от 400 до 1200 метров ниже уровня моря. На поверхность поднимается в поисках пищи. Зубатка – это хищная рыба. Ее рацион состоит из более мелких обитателей океана – морских ежей, крабов, морских звезд. На глубинах их пищей становятся медузы и более мелкие рыбешки. Особенность этих рыб – острые, как ножи-зубы, благодаря которым они сохраняют за собой доминирующую роль в мировом океане. И именно благодаря этим устрашающим зубам рыба получила свое название. А ее второе имя – морской волк. Как и у этого животного, на удивительно развитой челюсти рыбы есть выступающие вперед клыки и зубы, завернутые внутрь. Взрослые представители могут достигать более метра в длину и весить более центнера. Различают несколько видов зубаток. И все они отличаются между собой по цвету. Они могут быть от темно-серого до темно-коричневого или даже фиолетового цвета. Смотрите дальше, и вы узнаете, где обитает адский вампир и чем он питается. Вож, поедающая язык. Известность этот небольшой рачок получил за свое уникальное паразитирование на теле хозяина. Языковая мокрица – это другое название вши – не просто присасывается к телу человека, питаясь его кровью и слизью, и не стремится попасть внутрь кишечника хозяина, чтобы пожирать часть его добычи. Она поступает куда хитрее. Забирается в пасть рыбы и прикрепляется к ее языку. С помощью своих острых когтей вож пронзает мягкий орган и высасывает из него всю кровь. Обескровленный язык полностью утрачивает свою работоспособность. А на его месте остается сидеть паразит, удерживаясь внутри крепкой хваткой. Пока языковая мокрица подрастает, она находит себе рыбу в виде жертвы и цепляется за ее жабры. Что интересно, на этом этапе своего существования вошь является самцом, но затем, когда уже непосредственно проникает в рот своей жертвы, превращается в самку. Кажется, что заняв место языка, рачок поглощает всю добычу рыбы, не оставляя ничего своему хозяину. Но это не так. Языковая мокрица питается кровью своего хозяина или слизью, которая выделяется рыбой. Хаулиот Семейство хаулиодовых насчитывает 6 видов глубоководных рыб, но наиболее распространенный из них – это хаулиот обыкновенный. Эти рыбы обитают практически во всех водах мирового океана. Исключение составляют лишь холодные воды северных морей и северного ледовитого океана. Своё название хаулиоды получили от греческих слов. Хаулиос – открытый рот и одоус – зуб. Действительно, у этих относительно небольших рыб, около 30 см в длину, зубы могут вырастать до 5 см, из-за чего их рот никогда не закрывается, создавая жуткий оскал. Иногда этих рыб называют морскими гадюками. Хаулиоды обитают на глубине от 100 до 4000 метров. Ночью они предпочитают подниматься ближе к поверхности воды, а днём опускаются в самую бездну океана. Таким образом, в течение дня рыбы совершают огромную миграцию по несколько километров. С помощью специальных фотофоров, расположенных на теле хаулиода, они могут общаться в темноте друг с другом. На спинном плавнике рыбы гадюки расположен один большой фотофор, которым она приманивает свою добычу прямо к пасти, после чего резким укусом острых, как иглы зубами, хаулиоды парализуют добычу, не оставляя ей ни единого шанса на спасение. В рацион пищи в основном входят мелкие рыбы и ракообразные. По недостоверным данным, некоторые особи хаулиодов могут жить до 30 лет и более. Паяра Ещё в те далёкие, доисторические времена, когда саблезубые тигры бродили по земле, страшный речной хищник, скумбриевидный гидролик, отращивал себе точно такое же оружие, только загнутое в обратном направлении для своего господства в реках. Его страшные зубы сабли расположены на нижней челюсти. В отличие от большинства саблезубых животных, клыки скумбриевидного гидролика остаются целиком в его пасти, прячась в два отверстия в нижней челюсти. Этот жестокий хищник, достигающий в длину до полутора метров, рыщет в водах амазонки, погружая 7-10-сантиметровые клыки в тела своих жертв. Ужасный внешний вид и потенциальная опасность получить укус страшных зубов заставляют поежиться даже самого опытного рыбака. Широко распространены гидролики в бассейнах Оренока и Амазонки. Рекордная паяра была выловлена 10 февраля 1996 года. Она достигала в длину 117 сантиметров и весила 17,8 килограммов. Но это был действительно исключительный экземпляр. Обычно же скумбриевидный гидролик вырастает сантиметров до 60-80 и весит килограммов 3-8. Но даже при таких размерах пары рыб хватит за глаза, чтобы за один раз накормить десяток человек. Гигантский изопод Гигантские изоподы водятся в разных местах Атлантики на глубине от 170 метров до 2,5 километра. Но больше всего этих раков встречается на глубине от 360 до 750 метров. Гигантские изоподы, их еще называют головоногие или равноногие раки, относятся к роду Ботиномус. В этом роду к настоящему времени насчитывается 9 видов. Исследования гигантских изоподов установили, что этот глубоководный обитатель может обходиться без пищи целых 8 недель. Но если этому плотоядному попадается достаточное количество пищи, что случается, когда изопод натыкается на крупную добычу, то в этом случае он уже наедается настолько, насколько это вообще возможно. Надо сказать, что у туш мертвых китов, а также около крупных акул, порой можно встретить около сотни гигантских изоподов, пожирающих мертвое тело. Североамериканский звездочет Крапчатый или североамериканский звездочет – красивое название для неприятной внешне и опасной рыбы класса лучеперы. Обитает она в Атлантическом океане. Крапчатый звездочет – съедобная рыба, кое-где считается даже деликатесом. Но промысловой добычи нет, и вряд ли она может быть. Звездочет трудноуловим, непривлекателен внешне, и его очень мало для промышленного вылова. Крапчатый звездочет – довольно неповоротливая и медлительная рыба. Он никогда не охотится активно, не преследует свою жертву. Особенности охоты этого морского хищника состоят в том, что он закапывается глубоко в песок или мелкую гальку так, что на поверхности видны только глаза и огромный рот. Со стороны это выглядит так, словно со дна моря смотрит чье-то довольно некрасивое и пугающее лицо с неровным зубастым ртом. Окраска туловища и способность сохранять полную неподвижность в течение долгого времени позволяют ему оставаться практически незаметным. В таком положении хищник остается до того момента, как поблизости не оказывается потенциальная добыча – мелкая рыба или ракообразная. Адский вампир – это один из самых необычных головоногих моллюсков, обитающих в современных океанах. Оказалось, что моллюск, которому из-за его необычной внешности дали столь зловещее название, питается вовсе не кровью или мясом своих жертв, а взвешенными в воде частицами детрита. Эти частицы – остатки погибших планктонных животных, фекалии ракообразных и другие миниатюрные органические остатки. Все это адские вампиры собирают при помощи тонких нитевидных образований, покрытых липкой слизью и растянутой между руками мембраны. Широко раскрывая мембрану и затем сводя концы рук вместе, моллюск охватывает большой объем воды с питательными частицами, после чего он выжимает воду через отверстия между кончиками рук, в то время как детрит удерживается внутри при помощи усиков. В целом в строении адского вампира можно увидеть много адаптаций к жизни на глубине. У него очень большие глаза, позволяющие улавливать даже самый слабый свет. И отсутствует чернильный мешок, типичный для мелководных головоногих, ведь чернила в темноте бесполезны. Зато у него великолепно развиты органы свечения, биолюминесценции на теле и особенно на кончиках рук. Считается, что это свечение может отпугивать или дезориентировать хищников. Вот и закончилась наша прогулка по глубинам океана. Кто из этих монстров удивил, а возможно испугал вас больше всего? Напишите в комментарии. Лично меня пугает североамериканский звездочет. Уж очень некрасивая и противная рыба. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и посмотрите другое видео.